Привет, друзья! Это обзор на мехмот от компании THC. Называется он TAUREN. Мех с интересной кнопкой, с возможностью работать на аккумуляторах 18650, 21700. Но более подробнее об этом всём на столе. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии и задавать вопросы, если они у вас есть. Профити, конечно же, мы поговорим о его годности. Поехали! Мех у нас приходит в такой вот красивой, как это назвать, мешочке. Здесь у нас написано TCH, там тролли-вали. Есть вот обозначение цвета, обычно вот тут чёрный и в данном случае у нас брас. Если будет красный, значит это будет медь. Такая вот капсула. Есть возможность проверки на оригинальность. Снизу у нас также что-то написано, комплектация мода. И всё хорошо. Это вот оригинал, да. То есть, однозначно, тут всегда всё хорошо. Ну, более не там, не за космические деньги. Так, ну, вы получаете ещё такой брелочек. Что у нас ещё есть? Ну и, собственно, сам мех. Видите, мех у нас запаян для того, чтобы это всё дело не окислялось. Потому что это латунь, медь и так далее. Ну, мы всё это дело сейчас вскроем и обязательно о всём расскажем. Так, ещё забыл одно показать. Тут у нас ещё есть бумажки. То есть, в комплекте у нас есть ещё инструкция, как это всём делом пользоваться, если вы не знаете. Высота меха у нас 92,5 см. В диаметре он 26 мм. И рассчитан под атомы дрипочки 24 мм. Может работать с аккумулятором 18650, 2700 и 21700. Вот у нас есть номер, название Таурен. В данном случае это у нас латунный вариант, который покрашен в чёрный цвет. Также может быть медный вариант, покрашенный в чёрный цвет. Может быть латунный вариант, который покрашен в красный цвет. И также, в принципе, у нас есть два чистых варианта. Там, где у нас чистая латунь и чистая медь. Кнопочка у нас снизу. Никаких вот тут систем раскручивания, ничего нет. Покраска очень качественная, очень хорошая. Безусловно, рано или поздно, если будете коцать, то что-то да, отлетит. Но новая очень красиво смотрится. Что мы здесь видим? У нас латунный контакт, он постоянный. Ну и сама кнопочка. Это самое ценное во всём этом устройстве. Ну, как мы видим, у нас есть кассета под 18650. Видимо, контакт у нас также по серебрю. Ну, и внутри можно видеть качество исполнения. Всё сделано очень на высоком уровне. Сама резьба, она имеет средний ход, ну, среднюю такую насечку. В принципе, мне очень понравилось. Не длинная, хорошая. Ну и, как видите, отводы для вывода газов. Давайте раскрутим самую ценную вещь в хозяйстве. Это кнопочку. Что мы видим? Мы видим шарик. Мы видим пружину. И мы видим контактную группу. Как это всё работает? Вы, когда поднимаете, то есть он касается шарика, немного расширяется. И вот эти вот стороны, скажем, лепестки касаются непосредственно корпусом. Ну, и таким образом происходит замыкание цепи. И, собственно, начинает всё это дело жарить. Сама идея хорошая. Пока скажу так. В профите всё остальное. Ну, и как это собрать обратно всё? То есть вам необходимо эту кнопочку закинуть вниз. У нас есть какой-то, ну, видно, смазка. Чтобы это всё дело хорошо ходило. Ну, это тоже, в принципе, достаточно правильное решение. Как видите, у нас здесь пластик с резьбой. В принципе, часто используемая тема. В этом ничего страшного нет. Вы не будете такое количество раз, там, каждый день, его раскручивать и чистить. Тут вот как раз по той самой причине, что у вас, во-первых, ещё забыл показать, шарик у вас прокручивается. Внутри он прокручивается. Ну, не сильно, но прокручивается. Поэтому в этой резьбе нет ничего страшного. Всё будет ходить долго и нудно. Вам уже надоест, а оно всё работает. С клонами абсолютно несравнимо. Вся эта штука несравнима. По качеству изготовления всё намного круче. Я сейчас поставлю батареечку, поставлю дрипочку и встретимся уже в профите. Поехали. Таурен, что касается дизайной сборки. Первое, что я хочу сказать, я абсолютно не верил, что данный девайс может стоить ниже полтинника. Очень качественно всё сделано. И резьбы, и гравировки, и кнопка, и материалы, из которых они делают, из меди, из латуни. В принципе, можно было даже спокойно делать из нержавейки, потому что очень много метафизики, что там что-то жарит, что-то не жарит, потери на нержавейки больше. Но это метафизика. Реально при таком диаметре сечения, скажем так, никакого там потери нет. Следующий момент. Вот. Вот это основная, где происходит потери, это потеря в кнопке. Если у вас не постоянный контакт, то есть у вас что-то может идти не так. То есть происходить сварка. Эта сварка цепляется к поверхности самой батареи. Она у вас создаёт какие-то, не знаю, нагары, и, собственно, у вас контакт начинает, ну, может быть, очень плохим. Не то, что плохим, а очень плохим. И вы иногда нажмёте на эту кнопку, блин, у вас ничего не происходит. Вот это является основной причиной. То есть у вас нет замыкания самой цепи именно из-за этих нагаров. И в данном случае это является основным и самым важным элементом в мехе. Это абсолютно не имеет значения, сколько этот мех стоит. Абсолютно на физике, физике абсолютно по барабану. Вот реально. Почему это происходит именно на батарее? На батарее тонкий металл. То есть при соприкосновении, при косом, длительном соприкосновении с поверхностью батареи пина происходит искра. Эта искра очень, скажем, мощная. Она плавит сам металл на батарее. И происходят какие-то пупырки, правильно? Ну, из-за этих пупырок у вас, собственно, происходит плохой контакт. В данном случае у вас идёт шарик. Но может быть, это не важно. Какой-либо там конструктив по самой кнопке, это не важно. Там металла больше. Никаких у вас там нагаров не будет. То есть у вас потери практически нулевые. Точнее, они вообще нулевые. При замыкании. И в данном формате кнопка работает просто идеально. У вас расходится... Ну, это не они придумали, но не важно. У вас расходится часть и касается бортов, и замыкает цепь. Это всё будет работать намного дольше, надёжней и эффективней. Плюс у вас этот шарик как раз и собирает весь непосредственно этот механизм для того, чтобы он заработал. Ну и давайте по поводу того, как это всё работает. Кнопка очень мягенькая, очень приятная, практически идеальная. Ну, плюс у вас ещё здесь есть система, с помощью которой вы это всё дело регулируете. Ну, это сама кнопка и есть. То есть зажим батареи происходит с самой кнопкой. Нет никаких довенчиваний, докручиваний. Я считаю, что это всё лишние детали абсолютные. Вот такой формат абсолютно идеален. Ещё могу сказать по поводу того, как держать руке. Вот эта выемка, она очень сильно помогает, чтобы у вас сам мех не скользил. Вам не надо ничего вдавливать. Всё очень мягко работает. Единственное, что бы я добавил для компании, это всё-таки утопить немного внутреннюю часть, для того, чтобы не было никаких случайных нажатий. Это бы я порекомендовал. В остальном мех-бомба. Мех-бомба настолько, что многие мехи, которые стоят по, не знаю, 250, 350, 400 долларов, просто и рядом не валялись. Всё работает идеально. У меня всё. Вы не забывайте подписываться на канал. До новых встреч. Пока.